Всем привет, вы с Олегом Соскиным. Сегодня уже 31 июля 2023 год. Ну что, опять трагические события каждый день, каждую ночь, каждый час. Опять и пострадали украинцы наши дорогие граждане ушли из жизни, ранены. И своё имущество уже сотни людей сегодня потеряли. Вот, были ли удары по Харькову, там по району, и по Херсону, и по Сумам. Ну и, как говорится, сейчас произошёл тяжелейший сегодня удар. Удар 31-го, это по Кривому Рогу, попали в дом девятиэтажный, и уже много пострадавших, и раненых, и погибших, ещё завалы не разобраны. Плюс учебное заведение там тоже разрушено. Ну, что такое Кривой Рог, да, помните? Это малая родина Зеленского, жены Зеленского, его родителей, которые его воспитали. Папа рассказывал, как надо подавать в суды на девушек, которые, типа, не те слова про него сказали, на Феды, но что их надо засудить, в тюрьмы посадить. Ну, видим, что вот такая, как бы, линия у этих, у них, у него, у родителей его, что надо всех, кто что-то не так говорит и не так мыслит, надо их преследовать. Ну, собственно, Зеленский так и делает. Вы видите, он позвонил собственнику Фокса, чтобы убрали Карлсона, который не понравилось Зеленскому, какие передачи ведёт. Трижды он звонил, настаивал. То есть, Зеленский, он такой, по своей натуре, это называется, люди, у которых такой характер, что они стараются с кем-то расправиться, используя своё властные полномочия, это называется злоупотребление властью Зеленский. Они называются склочниками, вообще-то, в реальной жизни Зеленский. Вот, в принципе, то, что ты делаешь, это порождение вот таких эманаций, таких черт характера. Ну, и вот сегодня пришла опять расплата в Кривом Роге. Жители Кривого Рога, они никак не могут, и другие вот, где Зеленский ездит, они никак не могут понять, что Зеленский, как явление и жизнь этих людей, они несовместимы. То есть, Зеленский несёт фактически, как фактор смерти. Это надо объяснить, это логическое объяснение. Это ж, если столько раз это произошло и происходит, значит, это не является случайностью. Это закономерность, это абсолютная закономерность, которая так или иначе связана с наличием данного человека как определённого энергетического субъекта. И надо, в конце концов, эти уроки выучить, потому что они чреваты для вас всех гибелью, потерей имущества и всего остального. Ну, и, видимо, страна тоже должна сделать. Я думаю, что следующее Ивана Франкова, где он был. Ивана Франкова, слишком, видно, хорошо живёт, поэтому он решил на себе поставить эксперимент. А, говорит, пока самосвал на собственной груди не почувствует имени Зеленского, никому не поверит. Вот Кривой Рог сегодня почувствовал этот кровавый самосвал на себе. Ну, нравится вам дальше, но продолжайте, в конце концов. То есть, если вы не можете требовать, чтобы были прекращены военные действия, то есть, что мы сегодня делаем, какой первый вывод? Первый вывод следующий, что от этой войны, ну, это война геноцидной, сегодня уже прежде всего страдают мирные люди и граждане Украины. Украина превратилась в самого большого субъекта в мире по бегству по беженцам. Уже, по сути, при восходе час Сирию и Афганистан. Так? Украина превратилась в страну разрушенную уже. Она потеряла уже минимум две трети своего народно-хозяйственного комплекса. В Украине разрушены целые города. Она заминирована на десятилетия, больше ее часть. То есть, это самая заминированная страна в мире. Украина потеряла свой металлургический комплекс, энергетическую сферу. Теперь она потеряла, благодаря Зеленскому, услугам народа, Шмигалю, конечно, и всем прочим Астафийчукам, Верховному Совету потеряла свой экспортный зерновой ресурс, потенциал, свои мощности. Одесса разрушена, морские порты речные на Дунае разрушены. Если брать Измаил, Рени, Одессу, Ильичов бывший, Николаев и так далее. То есть, практически все. Черное море заблокировано. Зерно вывозить невозможно. Зерно будет скапливаться в Украине. И, соответственно, гнить. Цена его в Украине падает, в мире растет. То есть, полностью возможности вывоза зерна утеряны. Пять, благодаря Зеленскому, его некомпетентности, Шмигаля, некомпетентности, профанации его правительства, так называемого министра, вице-премьером, по суше практически зерно и другую зеркозпродукцию вывозить нельзя. Пять стран, граничивость с Украиной, Болгарией, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Польшей. Да, заблокировали вывоз нашей продукции. Ну все, Украина полностью в изоляции. Значит, нахальнейшим, наглым образом продавлено военное положение до ноября. При полном разрушении страны. То есть, поставки вооружений не осуществляются. Ну так что надо делать? Выборы провести по 83-й статье практически невозможно Конституции. То есть, это да, тупик. И сегодня удар по Кривому Рогу, и по Харькову, и по Херсону, и по этим, по Сумам, и по другим городам. То есть, что завтра будет? Завтра Ивано-Франковск, наверное, будет, как я понимаю. Львов завтра опять будет. Кто будет завтра? Какие удары будут? ПВО нету, защитить нельзя. Самыми главными жертвами становятся мирные люди, дети, женщины. Мужчины находятся в концлагере, выехать они не могут. Прокуратуры отменяют апелляции. Апелляционные суды по требованию прокуратуры отменяют решение первичных инстанций судов про так называемых уклонистов. И говорят, что их надо садить в тюрьмы. Это называют, это люди политические заключенные, потому что фактически на самом деле нарушается конституция и права людей. Свобода выбора, право и так далее, прикрываясь, что человек должен идти на фронт и терять жизнь. Это никто не может у человека забрать его жизнь. Никто, никакой суд, ни прокурор, ни Зеленский, никто. Это есть право человека на свою жизнь, на свою свободу, свои действия. И прикрываться тем, как это атовистическое понятие, что типа есть там он должен отдать свою жизнь. Это брехня все. Это все сталинско-коммунистическое, кагибистское брехня. Поэтому это противоречит Конституции Украины полностью. Поэтому решение апелляционных судов – это фактически формирование в тюрьмах политических заключенных. Их уже там десятки тысяч. То есть в Украине сегодня уже будет самый большой в Европе. Зайдут и Россию, и Беларусь, и все другие страны. В Турции, кстати, тоже десятки тысяч политических заключенных сидят. Это фактически диктатура. Украина уже тюрьма Украины, зона переполнена политическими заключенными. Но, естественно, это добром не закончится. То есть в Украине зреются условия уже для того, что начнется новая революция. Поэтому Зеленский должен остановиться. Его хозяева в Вашингтоне, Лондоне, они ему не дают возможности зайти на территорию России. А украинской армии, те же, например, Валуйки зайти и отрезать, и зайти с той стороны и ударить по московским войскам. Ему это запрещено делать. Ему запрещено наносить удары по аэродромам, потому что не дают ракеты. Германия не дает ракеты. Таурас, Америка не дает. Этот Байден хитрый не дает ракеты для дальнего действия. Они дают танки, Абрамсы и так далее, в 16 не дают. То есть Украину дурят. Просто нагло дурят по всем направлениям. Поэтому выходом может быть только одно. Немедленная, просто немедленная отмена военного положения. И вести переговоры про временное прекращение огня. Все, я, например, а как другое. То есть каждый день сегодня война свелась к тому, что эти путинские каннибалы, они просто убивают украинское гражданское население. И Зеленские ничего сделать, защитить их и армию, и ПВО не могут. Все. А Запад этих систем не дает своих. Украина ни ракет, ни систем, ни защиты не имеет. Выход какой? Выход только один. Раз они нам не дают, значит, надо тогда останавливаться. Министр иностранных дел Италии четко заявил, дал интервью, прошу прощения, министр обороны. Он заявил, что надо, так сказать, прекращать огонь и искать политическое решение. Ну так если этот человек про это говорит, значит, Европа уже к этому абсолютно готова или как? Раз они к этому готовы, то, видимо, Украина и не будут давать нам оружие, то, соответственно, в кривом розе уже четверо погибших. Это же просто ненормально. То есть, соответственно, Украина должна защищать свои интересы. Самое главное защищать необходимо своих людей. Правильно? Самое главное – это жизни своих людей защищать. Если такие страшные события произошли, Зеленский говорит, что вот столько показывает. Это же твой кривой рог, Зеленский. В Херсоне коммунальный работник зеленого хозяйства погиб. Прямо прилетела ракета, когда они там стригли эти все, так сказать, деревья. То есть, это просто означает только одно, что они не остановятся. И Британия, например, не дала танки, она их списала больше 40 танков. Так как же может это быть? То есть, практически мы с вами имеем ситуацию, когда Украина уже просто приносится в жертву. Ну, а как тогда приносить, почему мы должны себя приносить в жертву и таким образом, как бы, ну, что, не видеть своего будущего или что? Более того, надо четко говорить, что, к сожалению, уже, ну, вот, министр обороны Италии Гвидо Гросетто заявил, что необходимо перейти, Гвидо Гросетто, да, заявил, что война идет к политическому решению. Он говорит, что ситуация зашла в тупик и что, что, что необходимо, это газета итальянская он дал, связана с тупиковой ситуацией на фронте. И надо задуматься о длительных, если не очень долгих сроках завершения войны. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас уже предполагали, типа он тоже про это говорил, столкнулось с рядом трудностей. Русские окопы затрудняют наступательные действия, поэтому, может быть, тогда надо искать политический выбор, определяющий окончание конфликта, заявил Гросетто в интервью газете Курьера де ла Сера. По его словам, общественное мнение, вот это очень тяжелый вывод, на Западе проявляет все большую нетерпимость конфликта и все меньше солидарности по отношению к пострадавшим украинцам. Мы живем, прямая речь, в эпоху, когда, если что-то мешает повседневной рутине жизни, заставляет нас, то есть их на Западе, забывать о таких ценностях, они забывают как свобода и демократия. И такое отношение все имеет вес. И как это не парадоксально, это как раз один из элементов, который мог ускорить мирный процесс в Украине. Кроме того, приближается, очень важно, американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США, сказал министр Гросетто. Это очень важно, то, что он заявил, по сути. И к этому надо, дорогие мои, очень серьезно относиться. Зеленский сбрасывает это со счета, все они думают, что они самые козырные, они могут это все превозмочь. Но, к сожалению, Запад предал Украину, я неоднократно про это писал. И видеть каждый день уже просто невозможно, как гибнут простые украинцы, ни в чем не виновные. Ради амбиции Зеленского, Ермака, Шмигаля, Резнякова, слуг народа. Они же не гибнут, да? У них все хорошо, ни один их депутат не погиб, ни семьи их не погибли. У них все хорошо, у них ничего не разрушено. Они только, так сказать, напитываются этой кровью убиенных украинцев и напитываются. Но надо это прекращать. Если есть народные депутаты нормальные, вы должны это начинать выступать против этого. Или я не прав. То есть, или вам нравится жертвоприношение украинцев. Каждый день, каждый день. И вот эти ритуальные убийства в Кривом Роге и в тех городах, где Днепр, где был сейчас Зеленский, Одесса и так далее. Везде, где он приезжает, там что-то обязательно происходит. Давайте сейчас смотреть. Сегодня 31 июля. Я думаю, сегодня ночью что-то будет прилететь в Ивано-Франковск. Очень не хочу. Но по всем правилам жанра, это должно, законам, канонам жанра, это должно произойти. Он просто притягивает все черное. Но не может один Зеленский стоять, перевешивать жизнь десятков миллионов украинцев и целой Украины. Но так не может быть. Так не может быть. Если он является фигурой, которую поставил Игорь Коломойский, Коломойский должен сказать, что это его продукт. Что это его продукт. И так было замыслено, что Зеленский таким образом должен уничтожить Украину и миллионы украинцев. Тогда пусть скажут, для чего это сделано. Или как. Короче, надо прекращать это пролитие крови. Украинцы вообще ни при чем тут. То есть ударили по башням московским. В результате погибли и ранены десятки украинцев. В Харькове, в Днепре, в Кривом Рогу, теперь в Херсоне, в Сумах. Ну так это несоизмеримо. Это несоизмеримо. Это не говоря о тех, которые гибнут на фронте. Ну уже сегодня заявили эти Пушилины и прочие эти твари, что уже типа украинцы уже отступили Старомайорского, Зеленский. Ну так из пяти хаток тоже. То есть взяли, потеряли молодых ребят, все, теперь отступили. Ну понятно, там все разрушено, там это мертвая территория. Дальше Старомайорского продвинуться не смогли. Вторая фаза наступления захлебнула Зеленский. Чего ж ты врешь? Ну правду говори. Люди, сколько терпеть будете, сколько будете молчать? Или вам надо, чтобы вас убивали каждый день? Вам это нравится, да? Терять свое имущество, дома, все, деньги, все терять. Машины терять, жизнь терять, работу терять. Вам это, вы что, от этого кайф ловите или что? Это становится просто невыносимо всем. Вы с Олегом Соскиным смотрите мой канал. Главное мозги включайте. Я вам это говорю с одной целью, чтобы вы включали свой разум в полном объеме или в каком-то есть у вас маленьком объеме. Но начинали просто думать, что это уже рядом с вами. Просто вас еще, может, это не зацепило, но это не значит, что завтра оно к вам придет. Те, которые жили сейчас в Кривом Роге, они что думали, как это придет? Крики слышали, как люди кричат там? Вы что, не понимаете, что творится?